Добро пожаловать в город Айншань! Вулканизация, сейчас подкачаем колесико Вкусно пища В моем любимом поколении Втопить бы на нем Где-нибудь по Нюрбург, Ринглу Массив, брат Стритлайн, Бишкек Тебе салам Первый мотоцикл Субара Как-никак Айба без купюр Тебе салам с Китая Там Тесла заряжается Сегодня покажу вам наш город Айншань, небольшой город С населением в 3 миллиона человек Поедем мы в одно местечко Но потом уже там увидите, куда мы поедем Но по пути я вам покажу наш город Покажу инфраструктуру города Расскажу о городе Проедем мимо Анган Так что Добро пожаловать в город Айншань! 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Что-то не так, руль отдает уже тем-то не тем Чем-то не тем Вулканизация, сейчас подкачаем колесико Я хочу чонки Сейчас мне китаянка накачает колесико Субтитры делал DimaTorzok 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 Бесплатно накачали колесико Так что поехали Держим путь в город Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Друзья, мы приехали в центр города, добрались мы от универа до центра, если на байк ехать по времени где-то минут 15, не так далеко в принципе близко. Вот что мне нравится в городе Аншань, то что он маленький и тебе не надо тратить там, если на общественном транспорте на такси большие суммы, чтобы добраться из одной точки в другую. Город в принципе маленький, можно передвигаться на велосипеде, либо же на электробайке. Я, так сказать, завтракал, но еще не обедал, так что надо немножко подкрепиться перед, так сказать, ну не дальней, но такой интересной дорогой. Надо подкрепиться, покушать. Сейчас покажу вам, как у нас в городе, в Аншане, в центре города, какая у нас жизнь, какая атмосфера. Она, в общем, очень шумная, здесь жизнь кипит, бурлит, где-то что-то продают, торговые центры, везде все гуляют, дети, родители, в общем, много очень людей, атмосфера очень классная. Субтитры сделал DimaTorzok Обычно, если переходишь в неположенном месте, бывает на перекрестках стоят где-то полицейские, и там тебе замечания делают. Я один раз проехал просто на красный свет, и он мне замечания сделал. Я говорю, а, извините, поехал дальше. Мы прямо в центре центра, это наш большой торговый центр. Заходить туда не буду, потому что смотреть там нечего, торговые центры, они все одинаковые и скучные. И мне там не особо интересно. Вот, кстати, вот такие уличные продавцы есть, которые продают игрушки, самолётики всякие. Очень классно. Это, видимо, немецкий люфт-бафер. Мотоциклы классные очень. Ну, в общем, то, что мне нравится. Арт-установка такая. 350 сомов, 35 юаней стоит. Очень классно. Вот ещё есть дерево есть. Ну, запах тут, конечно, да, специфический стоит, потому что вот эти все ароматы перемешались, и пробуждают в тебе аппетит. Пробуждают в тебе аппетит. Я сейчас вот ищу, что бы поесть. Вот, давайте вот это вот поедем. В Китае чё удобно, можно расплачиваться WeChat'ом. Вот так сканируете телефоном и оплачиваете WeChat'ом и никакой наличка вам. Показывайте, что оплатили. Показывайте смотришь в наш канал солнце weChat'ом. Показывайте, что происходит с нами с нами с нами с нами. Это очень многоуходов, все уже не было. Показывается. Показывается. Спасибо. Обожаю кальмары, вкуснотища, ну и вполне сытно, мне нравятся кальмары, а та курица надоедает здесь, иногда хочется морепродуктов или баранины. Это вот так вот развозят доставщики еду, еду, очень популярный вид работы в Китае, во многих городах, потому что в основном современные люди, они работают в офисе и заказывают еду. И, кстати, вот эти ваймайщики, спасибо им большое, спасибо, дядя. Они нас выручали во время карантина, когда мы не могли выйти на улицу и заказывали еду через них. Ну, тогда я понял, что действительно без ваймайщиков, без доставщиков еды мы никуда. Они нас очень-очень сильно выручают. Спасибо им большое за это. Жар, паду коровку. Найдем в магазин, зайдем попить. Жара. Вот в Аншане, знаете, климат такой. У нас климат же сухой. Влажности нет, как такой, да, в Кыргызстане. Но поскольку Аншань, ну, так скажем, не сильно далеко действительно от моря, здесь влажность очень большая. И когда жара, тут очень, так сказать, душно. И первое время, когда ты приезжаешь... О, вода. Первое время, когда ты приезжаешь, очень долго привыкаешь к климату. Так, вон, наверное, возьмем свою бутылочку. Что, давай, все. И, все, го. Все, го. Собачка. Многие китаянки в Китае любят заводить собачки, они у них тут бегают в магазине, на работе. Читаянки в Китае любят, Читаянки в Китае любят заводить собачки. Идумай, да. Субтитры сделал DimaTorzok Обычно в генплане в архитектуре города, когда строят улицы, огораживают от проезжей части. И что мне нравится в зонах, где могут ходить пешеходы, это вот у них получаются такие вот желтые брусчатки для слепых. То есть они специально рифленые и слепые, ну по ним могут ходить. И вот эти вот специальные дорожки для слепых людей, они везде. Очень хорошая инфраструктура в городе Ваньшане. Хотя это в принципе маленький город, но ладно, мы пойдем дальше, я найду свой байк, мы поедем дальше. Туда, куда я вас сегодня веду. Вот до Ангана буквально недалеко осталось. И про завод Анганстралительный я вам тоже расскажу. Скупщики телефонов по высокой цене, скупаем телефоны, в общем. Это как у нас в ЦУМе, знаете, в подвале скупают аппараты. Брат! Кельбизм аппарат Аллаху, высота Суманча, брат. Вот то же самое здесь, только все на китайском. Вот здесь тоже. Скупка телефонов, вон таблички у них висят. Сидят и скупают телефоны товарищи. С ними торгуешься, торгуешься, очень тяжело уторговаться. Лучше пойти в официальный центр, там купить телефоны. Более качественные, более гарантий, больше, лучше. Ключ-то я забыл вытащить, ключ-то оставил, оказывается. О, и никто не своровал его. Обычно в Китае редко, чтобы воровали, но, блин, я кружу забыл, оказывается. Да, обычно не принято воровать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!